Я сам родился в городе Даугавпель, в Латвии. В начале войны эвакуировался в Киевской области, в городе Туржун, село Цепочкино. Там нас 20 ребят из Латвии, молодые, в основном комсомольцы, которые подали сразу заявление, чтобы зачислили в армию. Как раз в это время создавалась латышская дивизия. Ну и заявление наши приняли, нас отправили в Горховец, там, где формировалась латышская строковая дивизия. Латышская строковая дивизия бои начали под Москвой, под Елагиной, с наступления на Нарофоминск. Там в начале мы шли вторым эшелоном, когда 6 декабря 1941 года началось наступление под Москвой. А с 20 числа уже наша дивизия вступила, тоже переняла первый эшелон. А с первого эшелона было выведено на пополнение. Я был годовым солдатом, пулеметчик Максима, второй номер. Там воевал, это сперва под Нарофоминском, потом оттуда переправили под Боровском. Под Боровском мне 31 декабря, как раз накануне Нового года, получил первое ранение. И 1 числа 1942 года я уже был в Москве, это было первое посещение Москвы. Ну, после ранения попал это в госпиталь, лечился в Москве, потом в Муриме, потом оттуда отправили опять на Урал. Ну, мы-то не знали, в чем дело. Собрали команды и туда отправили. Потом выяснилось, что это была ошибка. Но мы-то не знали, но пока там это работали, я узнал о том, что там все эти, в основном, арестованы разные. И я подумал, при чем я здесь. И опять пошел в военкомат, опять добровольно просил, чтобы отправили в армию. Они просили, кто вот такой. Я говорю, вот, образовалась латышская дивизия, и мы должны быть там. Вы латыши? Я говорю, да, я латыш. На самом деле еврей. Я думал, боялся сказать, скажешь, евреи не пошлют. Ну, вот, опять вернулся тогда, это в часть. Там я попал на учебу, на курсы младших лейтенантов. Проучился там три или четыре месяца. Присвоили звание младшего лейтенанта, отправили опять на фронт. Хотя учился на минометчика, но там минометчик командира не требовались. Назначили мне командиром противотанковых, командиром взвода противотанковых оружей. Пришлось это осваивать опять новую технику. Ну, там так получилось. А то же, что там в наступлении на Симонова, это в Ленинградской области. Там как раз при наступлении появились немецкие танки, там три штуки. Мне во взводе были тогда одна группа тоже заарестованных. Хулиганы, воры, жулики и так далее, но они оказались в войти. Боевые ребята. Два танка подбили, один танк как-то ушел. Но поскольку местность была открыта, конечно, открыли по нас огонь. И там кого ранило, кого убило. Я тогда получил второе ранение. И опять попал в госпиталь в Ярославле. Но после выздоровления опять мне направили опять эту дивизию. Уже после этого я уже был... Это был 43-й год уже. Нет, 42-й год. Нет, 43-й год. Ну, уже 43-го года я получил сначала взвод минометный, командир минометного взвода. Потом стал командир минометной роты. По сути дела провоевал до конца войны. До приходу уже это в Латвии. Ну, и там окончательно это добивали. Эти, которые остались в Латвии, практически в котле. Там была очень сильная группировка. Она продержалась, по сути дела, до Дня Победы. Но День Победы практически мы встретили уже это было 8-го мая в 2 часа. И узнали о том, что капитулировали именно от немцев. Мы-то получили приказ наступления. Утром 8-го числа мы пошли это наступление, продвинулись километров, наверное, 10-12. А там получился такой обрыв из места с открытой и необходимой артиллерии для того, чтобы она могла добить эти точки, которые имеются. Мы остановились, поскольку тогда этот день был дождливый, ночь улила, и дороги почти размокли, и обоз пройти не мог, и мы остались, по сути дела, простым оружием. И тогда комбат принял решение пойти к командиру полка уточнить, что делать. А там получили приказ наступать. Это было как раз два часа с восьмого утра. А когда мы начали наступление, белые подняли флаг. И когда мы подошли к ним, они нам сказали, что вот, мол, они получили приказ остаться на свои места, и что мы должны остаться на свои. Но мы такого приказа не имели. Конечно, пошли дальше. Но, правда, потом уже командиры немецкие сказали, какой смысл, что нет. Они пошли на переговоры и они обещали, что вот, мол, утром 9-го числа не полностью дивизия сдастся. Так оно и было. Вот. Так практически для меня война кончилась. Война